Привет всем любителям мотоблоков! Скоро начинается сезон, накопилось вопросов куча. Так вот, буду понемножку на них отвечать. И сегодня буду отвечать на такой вопрос, который задавали. Почему именно вот на этих двигателях, на тяжелых мотоблоках, ломается коленчатый вал? Потому что люди жалуются, меняю один коленвал, меняю второй коленвал, меняю третий коленвал, все три сломались, долго не проходили. Так вот, почему их ломает? Сразу скажу, чтобы не расстраивались, потому что ломать коленвалы, это любимое занятие всех дизелей, не только мотоблочных, а и многих других. Допустим, на КамАЗах частенько ломаются, а на таком виде, как SMD-62, из пяти единиц техники, за сезон, три сломанных коленвала. Так что, поломанные коленвалы на дизелях, это вполне себе нормальная штука. Ну и, конечно, это есть проблема эксплуатации и регулировки двигателя. Так вот, мотоблок далеко не убежал. Сразу смотрим, что это за двигатель. Это двигатель с горизонтальным расположением цилиндра, одноцилиндровый. Раз он одноцилиндровый, значит, у него повышенные вибрации. И еще одна особенность этого мотора. У него огроменно тяжелый маховик, как мы все знаем. Офигительно тяжелый. Почему он офигительно тяжелый? Опять же, потому что двигатель одноцилиндровый. Если бы он был двухцилиндровый, то маховик такой тяжелый ставить не надо было бы. Но так как двигатель с одним цилиндром, то маховик тяжеленный и здоровенный. И именно поэтому коленвалы и ломает. А теперь рассказываю, почему так случается. Теперь представим, что это линейка, коленвал. С левой стороны офигительно тяжелый маховик стоит. Что у нас получается? У нас получается, когда идет такт расширения, то есть двигатель работает, шатун начинает крутить коленвал. И крутит он его. Вроде как кувалдой его стукнули. А так как маховик тяжелый, он за ним не успевает. Поэтому у нас коленвал начинает скручиваться. Потому что маховик большой, тяжелый, имеет большую инерцию. И вот при каждом такте у нас коленвал начинает понемножку скручиваться. Но надо сказать, что он на это скручивание в принципе и рассчитан. Потому что его же на заводе просчитали, этот двигатель. Он ломаться не должен. Так вот почему он чаще всего ломается? Ломается он чаще всего, ребятки. Из-за того, что неправильно поставили, конечно же, момент впрыска. Кто забыл, то момент впрыска на этом двигателе ставится прокладками вот под этим топливным насосом высокого давления. Иногда момент впрыска называют зажиганием. Хотя зажиганием его называть для дизеля не совсем правильно. Так вот, когда у нас момент впрыска неправильный и он ранний, то, соответственно, у нас в момент рабочего хода, когда топливная смесь воспламеняется в цилиндре, начинает шатун давить коленвал не в ту сторону. Он должен идти по ходу. А так как момент впрыска слишком ранний, то он начинает крутить коленвал против шерсти. А маховик в это время по инерции продолжает крутиться в правильную сторону. И таким образом у нас коленвал очень сильно скручивается. И приходит такой момент, когда он просто тупо ломается. Так что если у вас ломает коленвалы, обязательно проверьте момент впрыска. Момент впрыска может быть немножко раньше, немножко позже. Так если выбирать между немножко раньше и немножко позже, лучше поставить немножко позже. Поэтому именно такие двигателя с такими маховиками очень сильно не любят ранних впрысков. Не любят они, когда мотор крутится против шерсти. У кого в хозяйстве есть такие двигателя, то они знают, что если впрыск поставить неправильно, то этот двигатель склонен к тому, что будет заводиться в обратную сторону. Так вот, этому виной ранний впрыск. Особенно в обратную сторону любят заводиться новые двигателя, которые только с магазина, которые только первые разы запускаются Потому что там на заводе никто этот впрыск не регулирует Стандартно ставят три прокладки под насос И это, как правило, всегда попадает на немножко ранний впрыск Такая вот беда Ну и еще есть одна причина, почему ломает коленвал Это, конечно же, наша всеми любимая форсунка Потому что если форсунка плохо распыляет, то есть льет топливо ручьем То топливо у нас сгорает в цилиндре очень быстро То есть топливная смесь в цилиндре сгорает с детонацией То есть очень большая скорость распространения фронта пламени Соответственно, опять же, поршень, такая смесь, которая горит очень быстро, начинает толкать слишком рано И, соответственно, опять двигатель пробует прокрутить коленвал против шерсти Опять же, получается у нас большое скручивание за счет массивного маховика И опять же, будет ломать коленвалы И есть еще одна причина, когда у нас сбивается момент впрыска и, соответственно, начинает скручивать коленвал А что это? Это забитые топливные фильтры. Если у вас фильтры топливные забиты, то вы видите из выхлопной трубы белый дым. Как только вы увидели белый дым, значит момент впрыска у вас уехал. Раз у вас уехал момент впрыска, значит у вас вырастают вибрации на двигатель, потому что смесь горит не в попад. Раз появились вибрации, значит неизбежно будет скручивание коленвала. Значит опять же можете попасть на замену коленчатого вала. Такая вот вроде казалось ерунда, но все равно это выльется в дорогостоящий ремонт. Поэтому следите за дымностью выхлопа. Ну и соответственно за вибрациями на двигателя. Такие вот дела. В общем такие вот основные три причины. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Ставим лайк кому понравилось, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаль не до лайков. И обязательно пишите в комментариях то, чего думает по этому поводу.